Здравствуйте! Уже закат солнца. Я гуляю по лугу, собираю лечебные травы. Вот здесь такая трава. Эта трава называется вербейник. Хорошая лекарственная трава, очень красивая. Можно срезать верхушки и она снова зацветет. Так что ее не надо с корнем вырывать, а берете секатор и срезаете верхушку и она снова зацветет и будет на семена и еще кому-то на траву. На лугу много разных трав растет. Вот например вот эта трава называется мята луговая. Видите какая она красивая. Вот это у нее период расцветания пока. Она очень хорошо пахнет и хорошая лечебная трава. А это пижма. Тоже все знают. Она тоже растет на лугах. Так что у меня сегодня богатый урожай. Вербейник, пижма, мята. Смотрите, вот еще какой красивый вербейник. Сегодня вечер Ивана Купала, а меня звать Иван. Так что я собираю на Ивана Купала. травы. Видите, они имеют свою силу. Собранные в этот вечер. Кто не знает такое растение, как тысячелистник. Это такая трава, которая у нас в Украине ее название дереви. Она древовидная такой у нее. А народное название у нее кровавник. Она легко останавливает кровь. Ее можно вылечить геморрой. И этой травой можно лечить желудочно-кишечные заболевания. Так что собираем тысячелистник. Смотрите, сколько много полыни. Полынь тоже растет на лугу. Она везде растет. Но на лугу ее особенно много. Полынь хорошо. У кого есть кошки, собаки, полынь ее растилает. Она выгоняет блох. Она, если пропивать ее, она всех паразитов может повыгонять. Ну не всех, а выгонит паразитов от человека. Ну еще полынь хорошая, как антисептик наружный. Так что полынь нужно собирать. На Ивана Купала собранная, я думаю, она мне принесет пользу. Срежу еще верхушки коровяка на Ивана Купала. Это тоже будет чудодейственное зелье. Всем желаю хорошего здоровья. Красиво отпраздновать Ивана Купала. С праздником!